Девушки отдыхают. 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 Отвечает Гмараш, что в Вавилоне они говорят, мы не знали, когда наступает Новый месяц. Как освещали Новый месяц, освещали месяц следующим образом. Люди выходили и смотрели, появился Новый месяц или нет. Потом приходили в Беддин и говорили, мы видели Луну там-то или там-то, и так освещался Новый месяц. Потом посланники выходили во все стороны от Израиля и объявляли, должны были прийти в разные части изгнания до 15-го, потому что у нас в основном праздники 15-го числа. 15-го Ниссана Песах, 15-го Ниссана Суккот. Поэтому говорит Моран, что в Бавиле, он говорит, мы не знали, когда это будет, поэтому мы не знаем точно, когда первый день праздника, поэтому мы, Этрок и Лулав, первый день, если это в Шаббат, не благословляем. Дальше говорит Моран. Да, понятно почему, поэтому у нас праздник, поэтому что делали в диаспоре, что считали, что предыдущий месяц был 29 дней, есть только две возможности. Предыдущий месяц был 29 дней или 30 дней, поэтому всегда считали, что это 29 дней, и поэтому этот следующий день считался как праздник, и следующий два дня они празднули, и поэтому у нас сегодня осталось, что у нас два дня Йомтов. В Израиле один, а у нас два дня. Два дня свекода Йома. Дальше говорит Моран. Отсюда, откуда мы знаем, что в этом Игдаше нужно Этрок и Лулав поднимать с благословением, в первый день это по Тори. Говорит Моран так. Как мы много раз говорили, Этрок и Лулав должен быть мой, неворованный, неодолженный, даем, что значит в день, даже если это Шаббат. Решен, что в день первый, что Лулав нужно возмахать даже вне Бетамикдаша в первый день. Митцва по Тори. Сегодня тоже Митцва по Тори, Этрок и Лулав в первый день говорить благословение даже за пределом Бетамикдаша. Шаббат мы не делаем. Но для любой другой день, как в этом году, это будет у нас во вторник, Митцва по Тори. Все остальные дни уже по мудрецам. Но написано в Тори не решен, а Га решен. Буква Гей. Что нас буква Гей учит, говорит, что только в первый день Лулав отодвигает Шаббат. Это буква Гей. А не в другие дни. Дальше, как думала. Если он попал на Шаббат, если он попал в Бетамикдаше, отодвигает Лулав в Шаббат и можно там благословить на него. Дальше говорит Гмара. Для чего нам нужен басух, чтобы разрешить нам переносить Лулав? Это всего лишь мукце. Ну и что, что это мукце? Мукце это запрет по мудрецам. А Лулав это Митцва по Тори. Говорит. Говорит. Для чего это нам написано? Есть Макшире Лулав. Если вы помните, мы с вами как-то говорили, что в релизе говорит так. Все, что можно делать на Шаббат, Митцву, например, Брит Мила. Не только можно делать Брит Мила на Шаббат, но и всю подготовку. То есть, если у человека нету ножа для Брит Мила, он имеет право его приготовить на Шаббат. Аллахан и так мудрецыстым не согласен. Он говорит так. Раби Лезер говорит. И все, что необходимо для Лулава, его отрезать, его завязать, его приготовить, все можно делать на Шаббат. А Хамин говорят нет. А Хамин говорят, что написано здесь, который улькахтем лахем байом, днем, в первый день, день, днем, а не ночью. А откуда Раби Лезер знает, что нужно именно днем, а не ночью? Он говорит другой пасут. Усмахтем лихнея дула нойхем, шиватямим. И радуйтесь перед Богом своим семь дней. Что здесь написано семь дней? Поэтому отсюда мы видим, что днем надо делать Лулав, а не ночью. А Хамин говорят, мы не можем это отсюда учить. Почему? Потому что здесь семь дней мы сравниваем на праздник Сукхот. Сколько дней у нас праздник Сукхот? Деней или ночей. Мы должны в Сукхе сидеть и днем, и ночью, или нет. Поэтому говорит, что даже Мара, без Сукхе, гуфа миналан. Откуда мы знаем, что в Сукхе мы должны сидеть так же и ночью? Что митцва лулава только днем, мы сейчас только прошли из этого пасута. А что митцва, Сукхе и днем, и ночью. Может только днем? Я должен в Сукхе сидеть. А ночью освобожден, говорит, Мара, летану раббанан. Это называется Ямима Милуи. Там они должны были в Мишкане находиться сколько? И днем и ночью, говорит Тора. Семь дней рядом с Мишканом. Теперь Гумарак спрашивает вопрос, с какого пасутка мне учится Сукхот? С пасутка, который говорит о лулаве. Мы должны исполнять эту митцву во все поколения. Так, и Сукхот нужно учиться, наверное, у лулава. Или учиться у милуим. Мы должны быть рядом с Мишканом семь дней. Это только было в то время. Первый раз и один раз. Но там они должны были быть все семь дней. Скажет Гумарак, вот этот Сукхот закон, мы откуда выучим им? Из милуим или из лулав? Она говорит, на самом деле мы это знаем из Гзера-шава. Что такое Гзера-шава? Когда два слова в Торе, они похожи. И написано в Торе про Сукхот тишву, Басукхот тишву шивадамим. Сукхот находите семь дней. И про милуим написано, про милуим то, что там написано тишву. Как милуим. Эти ароны и его сыновья должны были быть там днем и ночью. Так, из Сукхот у нас митцва днем и ночью. Поэтому митцва с Сукхот не только днем. Дальше Гумара переходит к объяснению нам митцвы с аровой. Говорит Гумара так. Что? Эта митцва исполнялась все семь дней в Бетамикдаше. Теперь, еще одно небольшое повторение в то, что мы говорили с вами вчера. Это, если вы помните, мы сказали, если первый день Сукхота выпадал на Шаббат, то люди приносили свой лулав в Бетамикдаш в пятницу до Шаббата. Передавали ответственными в Бетамикдаш. И они ставили это на ицдаву. Были такие, как каменные скамеки там. Там они их оставляли на ночь. А потом утром они забирали. Но потом мы сказали, так как они толкались и привело это уже к опасности для жизни. Сказали, делайте эту митцву в дом. Поэтому Дальше Гумара говорит так. Про арова. Арова, бешвии, майтама, дахеб, шаббат. Они сказали, что лулав в Бетамикдаше поднимали только в первый день. А аровод? Аровод ходили, есть два мнения. Что делали с ним? Если вы посмотрите, был вот такой огромный жертвенник. Мизбея. И вокруг него эти или ходили с аровод. Или их просто сначала ставили вокруг на мизбеях. И вокруг ходили с лулавом. И это рог. Кухани. Говорит, как здесь у нас? Да, в Бару Хаше. Говорит в Марадаши так. Арова, бешвии, майтама, дахеб, шаббат. Почему в седьмой день арова передвигает шаббат? Как мы сказали, если в седьмой день праздника Сухот выпадал на шаббат, ходили вокруг мизбеяха с этим аровод. Переносить. Говорит в Марадаши, шлюхе, беддин, беймайкина. Так как с аровод были заняты посланники беддина. Им не запретили это делать. Мы не боялись, что они нарушат шаббат. Лулав, лехоль, лехоль масур. Лулав. Каждый человек должен был это делать. Поэтому там мы опасаемся, что человек может нарушить шаббат. Дальше говорит в Марадаши. Яхи, колюма на милитхе. Тогда, говорит в Марадаши так. Почему эти аровод мы делали только, если седьмой день выпадал на шаббат? Пусть второй день на шаббат и третий на шаббат тоже будем делать с обхождением из бейхас аровод? Почему нет? Говорит в Марадаши. А ты? Потом люди скажут, смотри, лулав можно только в первый день, если это шаббат, а аровод можно каждый день. Поэтому, чтобы лулав не обидеть, сказали только в седьмой день. Говорит Марад, тогда пусть аровод тоже делают. И на первый день, как и лулав. Говорит Марад. Что люди скажут, что передвигает шаббат? Лулав, он важнее, чем аровод. Поэтому мудрецы разделили. Лулав, если шаббат в первый день, долгоставляют лулав, а аровод на последний день. Даже говорит Марад. Так мы сказали, не смотря на то, что аровод отодвигает шаббат и можно переносить, мы не знаем, когда на самом деле правильно праздник выпадает, когда писался Дагмара, сегодня мы знаем, но все равно обычай остался, поэтому не передвигается шаббат, и мы с аровод на шаббат не ходим. Дальше говорит Марад. В Израиле, как мы сказали, так они знали. Бархедия, она ломикла. Бархедия говорит так, седьмой день Песаха никогда на шаббат не выпадает, седьмой день Сухота никогда на шаббат не выпадает. Поэтому они этого не делали даже в этом икдаше. Но рабин говорит, что нет. Что да, он выпадает, говорит Израиль, он говорит, что он выпадает, но все равно эта церемония с аровод не отодвигает шаббат в наше время. Если, как мы сказали, мудрецы укрепили митцвот аровод, почему она не передвигает шаббат даже в Израиле? Амар и Йосеф, мы не знаем на самом деле, как мы сказали, какая там была служба. Есть два мнения, как мы сказали, или просто их аровод ставили на мизбеях, как мы видим здесь в конце, были огромные ветки, видите, в конце, не ходили с ними вокруг, а просто облокотили его на мизбеях, и дальше мара скажет, что это было высотой 11 локтей, 5,5 метров были эти аровод в высоту, или по другому мнению ходили вокруг. Теперь кроме этого говорит мара, что говорит? И в конце говорит, на них камни, что это камни? Это мукцы, нельзя их переносить. Но пришли евреи, которые амарец, которые ничего не знают, и взяли эти камни, передвинули, и несмотря на это, все равно, взяли эти аровод, потом уже камни на них не было, и положили на жертвенник так, как надо, и исполнили эту митзву. Поэтому мы видим, что по этому мнению ходили вокруг мизбеях с этим аровод, даже в шаббат. На этом мы закончили на сегодня. Бару Хадональю Оулаам. Амин. Амин.